Всем привет! Продолжаем покорять галактику в сетевой игре на восьмерых в Stellaris. Если вы смотрите этот сериал не сначала, то пожалуйста перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в правом верхнем углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! А у Леши, похоже, с наукой что-то не очень. Ну да, воевали. Ну, я так понимаю, это за счет того, что у меня дофига планет, я так понимаю. Видимо, штрафы. Ты еще вначале воевал? Да. Хотя ты там хорошо подмял себе перегрев. Систем-сервей complete. Нашей федерации придется противостоять ему одному. Почему? Почему одному? Да. А у вас там несколько? Ну тогда еще лучше. Конструкция complete. Но если твой это больше, чем я, то да. Конструкция complete. Вообще, конечно, да, неудобно получилось. Шик isolate. Рающие поднится трудно по отношению с нашим предметойckeей. Вот что ну и где? Скоро-нео. Муха. Муха. Да, игруш nie�а он. Яzte килограмма. димка у тебя тоже червоточины а ты моими можешь пользоваться или только ты свои должен строить блин так хреново тебя слышно конечно я в общем ничего сейчас не слышал что ты говорил да ребят ну и как будем решать понятное дело что мы просто так давай я вам предлагаю попытаться распилить эту священную империю всем вместе ну да не знаю у меня написано не по зубах ну я вот про это же говорю накопить не не давайте повоюем лучше с вами как ну что вы вдвоем против нас четверых а я хочу федерация спалить систем сервей комплект конструкция комплект я ну я смотрю у вас просто тех не очень даже ну что поделать вы должны наказать вармонгеров которые тут своих соседей выносят вармонгера да или нам тоже счастье есть же он вынесли этого дуна дана ну да дана дан может вообще отыграться так еще четыре у меня вообще давайте еще два эсминца тогда так здесь построен космопорт так а вот теперь нас ритейлен конфидерейш в федерации как она вообще можешь строить корабли готовые грамм действий можешь свои создавать напнуть новая броня появилась но у меня есть мой эсминец а есть я эсминец федерации у короля церкви он есть это мой эсминец федерации он называется похититель или как да он похититель за значит мы можем создавать конструкцию комплект но твой почему-то дешевле чем мой конструкцию комплект ну посмотри там по снаряжению ты можешь редактировать смотри право между ну вот это вот гармоничное там редактируй просто когда мои созданы были сейчас же все время прошло шипс апгрейдит конструкция комплект так еще и еще у меня 7 то есть могу 3 вассала 25 и 15 5 корветов растешь еще эти присоединяются чтобы я видел вообще на самом деле нравится подбирать эти мелкие расы которые еще не вышли в космос и улучшать их получатся сначала бесполезные вассал да главное ты его сам не содержишь то есть это тот же самый если у тебя уже пять планет есть то вместо того что делать сектор делаешь вассал хотя вопрос что лучше на самом так тут побольше построить червоточин чтобы нападение норм прошло а ритейлен конфедерейшн вот у тебя доступно создание крейсер это крейсеры пока не доступно а в флоте федерации тоже ты не можешь создать мне у меня нету у меня только эсминцы и корвета федерация странно потому что я участник не буду нам добавлять а почему-то у тебя нету все максимум хостел флит какая-то энергетическая хня так ну что систем сервей комплект еще быстренько апнем похоже это так сделано чтобы не было такого баланса от федерации что от всех технологий складываются потом прилетает плод максимально улучшенный по всем показателям так тут ритейлен конфедерейшн сделать вассалом веселуха ну может быть и ты например исследовал эсминец а у меня там на не знаю какие-нибудь двигатели на него более крутые например могу поставить если у меня исследование ну свой создать интересно можно так что-то да в этом и прикол то есть глава федерации может использовать технологии всех членов федерации создания корабля димка своего союзника по альянсу то есть получается я когда был главой федерации я я имел корабль крейсер у которого еще не было ни у кого я мог на него навешивать технологии которых у меня не было то есть там какие-то были крутые ракеты и так далее систем сервей комплект но вот видимо вид корабля только тот который главы федерации димка димка ты тут димка балл ну там голосуй за да ладно ухты прикольно видимо надоело играть ну да ну а че тут сидеть в развитии что смысл Главное что все понятно так ритериан форс надо с тобой проход заключить что-то я не могу к тебе прилететь и не могу я с тобой проход заключить а ну да понятно почему я не могу прилететь нифига ж нет моих червоточис пошел строить ну ничего себе там армада на меня там и что и сколько сколько там так а две с половиной тысячи ща добавим а что интересного условия вассалом его сделать сейчас я на пяти планетах построю пять крейсер не хватит наверное а кто у нас там указывать тоже наши требования что они указывают а глава федерации ритериан должен указывать подлоги вынули а нет подождите ли я могу указать что у нас тут захватом планеты кстати нельзя лёшу сделать в основном 101 сачков требуется для этого ну так это же счастье да за одну войну нельзя и счастье есть тоже кстати систем сервей complete так надо что-то дать что космонавт потому что уж слишком большая на меня он напал армана но вы что он впереди по армии по науке по всему по науке по всему ща ща жалко не успел линкоры нам добавить лёша очень неожиданно да щас сейчас я соединю только флот я вот достраиваю там всего-то 2 с 200 у меня один крейсер 255 а я думаю надо 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 зайти в конструктор надо создать новый досиделся на меня напали да мы просто грибы-милитаристы что он уже высаживается нет на планете моей он уже высадился в столице он захватила или он пока только обстреливает то есть флот его бить или снести ему транспортные корабли пока он летел или он уже захватила а он захватил я понял ладно сейчас начале флот снесем я не надо что началось нормально уж играли нормально играли причем какие-то лаги такие не силы какие-то остальные флот снесем я не знаю что как 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 наверное влияние сейчас собирает да грибу прям ладошками блин что-то он совсем как-то космонавт лагает а и и и и в и и Продолжение следует... 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 сейчас еще добавим давайте я жду в этой системе пока они там сидят опять лаги начались да ну че то че то да а вот и 3000 нападаем на флот 334 к давай давай быстрее сейчас посмотрим там еще 26 прилетел ну и как быстро распилят что думаете вы нас распилите не говорю нас нас я говорю нас быстро распилит блин ну с такими лагерами конечно здоровье у вас больше у вас на 10 тысяч здоровья больше какими знаешь какие-то эти покадровый покадровый бой пошаговая точно только двигатели мигают что-то феориативный флот рассыпается ну может быть мои крейсеры сейчас что-нибудь слушайте а че то мы вас так выносим я че то не понял там корветы зачем я че то так и у меня корветы нет у нас же коров ну смотрите мы вас выносим мне показывает бой что-то у вас осталось еще 800 хотя да вы нас смесли обалдеть видимо видимо броня да да у меня все было по моему на торпеды и на броню у меня лазеры и броня ладно ща еще построю ну так слушай так мы с вами можно воевать оказывается кто клинкоры нужны а ну понятно просто у меня щиты то не открыты это федеративные щиты бюдж а у тебя какого уровня лазера ты кого спрашиваешь лёшу лёшу то есть вот у нас война я сейчас тебе буду рассказывать да это можно посмотреть ёлки пау я ж тебе говорю еще раз у меня не лазеры а а ой точно да там серьезный флот такой остался еще 1200 и главное это поражение нам что-то сделала минус серьезно минус 4 что минус 7 минус 6 вот так вот и а тут нету ученого с конструкция security construction construction complete Димка, а ты там как отбиваешься? Ну на меня сейчас 2к идёт, так что не знаю, посмотрите Субтитры добавил DimaTorzok А кто-нибудь пробовал серьёзную оборонительную платформу Что-то вроде вот этих крепостей и так далее Я постоянно почему-то не могу их открыть, понимаешь Я с большим бы удовольствием, чтобы меня не уничтожали эти Ну в принципе я видел, что они нормально действуют Но вот я сам не могу их построить тупо потому, что они мне не открываются Тоже рандом такой замечательный Я вот пробовал один раз в дуэли крепость строить Она реально сильна, тут у меня 2 крепости были Они просто, линкор прилетает, это вот самый топовый корабль За буквально секунду исчезают все щиты просто И он сразу отступил, ну мы там, оттестировали Но прикольно то, что вот здесь все эти защитные сооружения можно модернизировать Ты собираешь на них, получается, отмондирование Конструкция complete Конструкция complete А ещё то, что они притягивают флот То есть если флот куда-то прилетает в звезду, то он обязательно прилетает в радиус этих вот Собственно защитных сооружений, это тоже очень классно С другой стороны, конечно, дисбаланс Если вот человек с гиперпространственным двигателем Ему там строишь просто в одной точке вот эту штуку Самую-самую серьёзную и всё И он туда прилетает гарантированно А конечно с червоточиной можно с любой стороны наступать Как бы на любую звезду опять Уже с того доброй традиции, что мои видео выходят при поддержке 2GIS Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация О городе в одном приложении 2GIS, если быть точным Заходите на сайт 2GIS.ru И совершенно бесплатно скачивайте приложение Для вашей платформы или операционной системы А где кстати флот? Он что увёл? Лёша, ты увёл флот И что? Да я тут собирался Сейчас походу ещё прилетим, да? Да А, так нет, так он справа Я чё-то увязаюсь Сейчас походу ещё прилетим, да? Да А, так нет, так он справа Я чё-то увязаюсь Много летом Ну, это как у residents Ну, это удобно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все вокруг в червоточинах делаем Так, что у нас тут С захватом планет Ну, видите, потому что Планетарное укрепление, но я думаю, что все-таки Осилим мы Потому что это не войска, это Это просто Эти Местные жители, типа Так, объединяем флот и полетели О, отлично И броня Так, полетели-ка мы Лечиться И апгрейдиться Блин, я походу уже все планеты Этого захватил-то Ритейлиан конфедерейшн Че за фигня, почему он моим вассалом не становится А не, не все Нет, одна, как минимум одна Да, одна еще Я просто Вон так отдельно, типа Такая Дивинорум че отсиживается Где его Так я не понял, где ты Ты куда-то улетел, а не исчез А ты че, не хочешь его планеты освобождать? Я думал, вначале с плотом бы неплохо разобраться Да, очень ты хитрый, я смотрю Так а где? Я че-то тебя не вижу Где надо? Ты давай там Че-нибудь начинай делать Я не понимаю, зачем тебе мой флот Для того, чтобы помочь Союзнику Может, чтобы ты не наградил потом? Да не, как такое может быть? Хэппи-энто у тебя как война Ну, я прилетаю Долблюсь с его флотом У него флот убегает Мой флот летит Летит чиниться И все, по-новой Ну, собственно говоря, да Так одно и происходит Знаете толк в извращениях? По крайней мере, две системы я взял А вот дальше у меня не получается Две системы, это тоже неплохо Да, ну их трогать Ладно, полетели эту последнюю Захватывать Ага, вот его О, опять нападают Ну, посмотрим Сейчас Вровную все Это 2.8 на 2.8 Чего так? Ты, вы же там первые По науке у вас там все зашибись Вас четверо Хотя бы носится корабль из права Ну да, вроде Вроде нормально так Вроде ровненько Правда, по здоровью Не совсем ровненько Ладно, хватит Еще линкоров добавим А, нет, там космопор Часлого уровня Надо строить Так никто не хочет Приплыть С федерацией Еще А то я тут один воюю Так они же с другой стороны Воюют С моим союзником Ну тут А, ясно Мы вас обложили С двух сторон С двоем У меня на самом деле бы щитом, были бы щиты, чтобы вот так вот это всё не происходило У меня ни одних щитов нет, у меня третья броня, у нас скоро, но ни одних щитов Хотя подожди, если у тебя торпеды, нафига мне щиты Так ты посмотри логи боя, за счёт чего я выношу тебя Ситуация лога апдейтед А они сохраняются вообще или только вот в момент, в конце боя? Вот это я не знаю Ситуация лога апдейтед Ну блин, таких темпами щас бы у вас стало бы Не знаю, чем тебе помочь Так, ну я строю два линкора, я не знаю, успеем до них продержаться Прекрасно, у меня есть эсминцы, которыми я не могу управлять Ну и не может управлять, кто там сейчас Хэппи-энд он может их направить Я не могу их никуда направить Как так? Ну, нету моих червоточек, я не могу их управлять А, ну да Надо строить Ресурдж complete Ресурдж complete Ну блин, я уже все планеты восстановил Ресурдж complete Ресурдж complete Ресурдж complete Ребзи Отдавайте мне моего вассала Не отдадим Он мой Ща, подожди, дай два линкора застрою Там нормально Да, кстати, торфеды неплохие, но конечно, если бы у меня был хотя бы оборонитель, который сбываешь торфеды, конечно, ничего нельзя сделать 63 Да То есть у нас еще 12 Раз Два Три Три Четыре Пять Хотя, может, у меня корветов надо было еще У меня 20 эсминцев и только два корвета Да, знаете что, я наверное Отменю Вот так Раз Два Три Четыре Пять Десять эсминцев Надо Ой, корветов Блин, я тут проиграл, но у него слишком много промки, я не успел отстраивать Банально, это даже смешно А кто кого захватил? Ну, хпн не может запротивляться гребаному счастью А мне никто не помогает, блин Тебе никто не помогает, потому что с другой стороны я нападаю Не, ну там еще гегемония есть, на самом деле Но у нее как-то не очень, да Дунадан, а ты тут еще? Да, он вроде бы там должен сворачиваться, чтобы говорить Просто я не знаю, вот я захватил все планеты ему, что он вообще в принципе вот сейчас делает? Что вообще может что-то делать? У него нету космопортов, у него нету флота А у него нету планет Нет, а он в игре, потому что, ну ты не можешь захватить его по результатам мира всего То есть ты можешь его сделать вассалом и там... Не, понятно, я просто спрашиваю, что он может делать сейчас? Что? Ничего? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, Леш, можешь прилетать. Куда? А, ну, вот в эти планеты, которые ты захватывал. Блин, где я тут, я уже потерялся. Не пойми, что происходит. Дружественная флотилия. Кто тут с кем воюет? Что-то я не вижу флота. Ищи. Он, как всегда, будет внезапен. Такой хитренький, говорит, прилетает и... Ой, вот он я, нападайте на меня, да? Ну, обычно так и бывало. Ну, сейчас будет так же. Ты немножко помаринуйся там. Поскучай. Ты, пожалуйста... так 4 корвета могу построить строительный ну что ты димка до моего планеты захватываешь хэппи-энда хитро я тоже считаю что нечестно конечно хорошая попытка но нет прислали предложение о мире представляешь и ничего не хотят давать за него просто да вот справа от эмбера космос и макаронис там строитель находится леж нет не надо шипс-упградед-construction-комплее и 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 фото я вообще классно я построил червоточными вокруг вашей территории могу с любого места собственно прыгнуть вышлите только на моей территории носа на своей территории если я к тебе прийти да да классно давай лети ко мне мой маленький принц так слушать я что-то вот я не понял я хочу высадить войска на планете получается дан данлона и мне пишут что эта планета станет вашим врагом это нейтральная ну типа это что и вассал то есть по идее он должен отбивать его ну не знаю союзник там то есть он перестанет быть вашей федерации станет то есть я не могу помочь ему освободиться ты можешь помочь освободить но ты объявишь ему войну но вот я хочу без этого ну вот да проблема вот тебе уже нечем высаживаться отлично давай 4 4 с половиной к против 3 3d нету ни одной штуки который горит аркеты сносит что-то все четыреха мне надо если бы эта гегемония помогала я бы выиграл но гегемония сидит у себя на территории и не вылазит да совершенно тут вообще в одну калитку но это совсем я не знаю что происходит ну посмотри лог вот посмотри открой лог я больше всего нанес энергетическим оружием при этом у меня 81 процент коэффициент попадания у меня выше еще и маневренность вообще просто энергетическое оружие несколько раз сильнее походу ситуации лог аппетит чё-то непонятно и фейдинг устал флит устал флит ингей устал флит ингей вот 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 Да, кажись, мне тогда тоже понадобится помощь в стеклостайле. Ты даже на этой планете оборонительную армию не построишь. Столичка все-таки. Столичка все-таки. Планированная планета оборудована. Столичка оборудована. Столичка оборудована. Продолжение следует. Результат complete. Ситуацию лог updated. Результат complete. Столичка оборудована. но у меня влияние нету сочувающий год аппетит балл чего копья ничего так мне нет счета постарел флейтен гейтс систем совы complete у у у у у у у у у Продолжение следует... 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 Потому что откровенно как-то вот мы втроем в одной такой куче, потом человеческое содружество, он вообще отдельно Девинорум с компьютером получается, да? Ну да, но это за компьютером. Собственно, вместо компьютера мог оказаться игрок в том месте. Ну как-то неравномерно постоянно, все как-то неравномерно. Но весело, конечно, так в сетевой игре повеселее, чем с компом. Потому что с компом реально ты начинаешь вот выносить, и ты понимаешь, что ну и все, и ты выносишь, выносишь, выносишь. Да, уж ты понимаешь, что это в середине игры, что у тебя есть преимущество, но пока ты это вот все реализуешь, победу, это, конечно, пройтурно. А тут я не ожидал, что я прилечу к тебе. И отстаю по техам, и флот меньше, но все равно почему-то... Да, не, ну возможно, у тебя военная нация вообще была? Да, да. А, ну вот еще это еще, то есть там, наверное, 20 процентов, да. Ну я не помню, сейчас я гляну. Я создал нацию конкретно, но она у меня милитаристы, конечно. Ну вот, да, у меня как бы научники были. Собственно, так все и отыгралось. Мне кажется, что моя стратегия войны и выносится инфраструктура тоже весьма решает. Ну конечно. Инфраструктура это вообще, особенно в начале... Я хэппи-энда вообще просто, вот я ему энергию все гасил и гасил до конца. Так, я, значит, был фанатический спиритуалист, у меня плюс 10 процентов счастья, и милитарист, плюс 10 процентов урон армии и плюс 5 процентов от войны. Нет, подожди, у меня есть никаких бонусов. И у меня стоимость корабля минус 10 процентов и стоимость улучшения корабля минус 25 процентов. К силе кораблей у меня ничего нету. То есть это вот именно армия получается наземная. Да, да, чисто наземная армия, плюс 10 процентов. И плюс 5 процентов счастья от войны. Ну, вообще я видел, что у меня не совсем правильная... Ну, то есть у меня тихи были... У тебя тихи были против моих. То есть вот ты прилетел с лучевым копьем, у него 100 процентный бонус к пробиванию брони. А у меня получается полностью броня, хоть и третьего уровня, но броня, у меня счетов совсем не было. И ты, получается, с бонусным уроном бил, это да. Ну, и плюс у меня, как бы, адмирал пятого уровня. А, ну, это ты его прокачал, да. А он, кстати, много дает вообще? Ну, по-моему, каждый уровень это плюс к маневренности и к попаданиям, если ничего не получается. Ну, вот да, а на сколько плюс? То есть там серьезно, да? Ну, я точно не знаю. Нет, но у меня другой генерал. Он мне дал минус 16 процентов обслуживания кораблей и плюс 20 процентов скорострельности. А, нет, нет, нет. Ну, это перки. Это неспособность, а есть еще звездочки, да. Как это значит, наместить звездочки? Да нет, 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 любой генерал еще бонус дает сам по себе, да, повинято того, что у него есть перки какие-то. Ну, перк у него, моего, маневренность при 10 процентах. А вот то, что дают и сами звезды, это обслуживание и скорострельность. Да, вообще непонятно. То есть реально флот был в какой-то момент у меня больше, но он был разбит просто. Может быть, потому что у меня крупные корабли, они мелкими, наверное, разбиваются. Нет, так я же тебе говорю, надо лог смотреть после боя. Лог боя смотреть. Нет, так там не написано, там же написано, сколько урона нанесено. А почему конкретно проиграть там? Ну, ты хочешь прям тебе, чтобы словами было написано? Ты анализируешь лог, ты понимаешь, тебе вот за счет этого было нанесено больше урона. Там ты, например, я так понимаю, вот большие и маленькие, это когда ты, у тебя маневренность вообще ничего тебе не дает. Значит, они менее маневренны, потому что по большим кораблям попадает вообще все. Потому что есть у кораблей еще такая штука, как увертываемость, но это не по-русски как-то, уклонение, уклонение. Да, уклонение. Так вот, у корветов, естественно, она выше, чем у линкоров. Большие корабли, просто в них попадает все. Прям все конкретно эти. Там уже важны всякие щиты, противоракетная оборона и так далее, и так далее. И вот ты тут это анализируешь, смотришь лог, что попало, что не попало. Как ты увертывался? Мне кажется, там еще могло сыграть то, что у тебя было много маленьких кораблей, а у меня большие орудия на моих кораблях. И, соответственно, поскольку там большой параметр уклонения, то мои большие орудия, если они промахиваются, они очень долго перезаряжаются. Из-за этого я не мог нормально наносить свой урон. А ты, получается, стрелял по моим кораблям и все попадало. Да, там куча брони, но зато оно попадает все. То есть, видимо, надо флот как-то балансировать, чтобы были все виды кораблей. А, естественно, а ты так не делал, что ли? Я делал только три последних вида, я вот не делал первые два. Короче, лучше всего вот так. У тебя каждого следующего вида должно быть в два раза меньше, чем предыдущего. Грубо говоря, например, у тебя 32 корвета, 16 эсминцев, 8... Что там, крейсеры следующие? Крейсеры и линкоры. Вот это сбалансированный флот реально, потому что корветы впереди, линкоры там сзади что-то будут достреливать, и вот это сложно. А если ты одними линкорами приплыл, то, конечно, тебя расфигачили. Да, наверное, в этом была ошибка. А это вот где-то рассчитано, что именно в два раза, или это так приблизительно? Ну, я на своем опыте так говорю. Потому что мало корветов... Я бы даже сказал, что лучше больше мелких иметь, чем больших вот так. Но, опять же, должно немножко сбалансировано это все быть. А вообще у кого какие ощущения по поводу баланса нации? То есть какая нация должна быть, чтобы нормально играть в стиль? Какая нация? Ты же сам все создаешь тут. Какая нация? Ну да, да, какую именно создавать я вот об этом не знаю. Грибы создавать. То есть в общем, в инсталисе там, кто-то, что у всех по-разному. Ну, по-разному, это зависит от того, как ты развиваться будешь. То есть, допустим, я развивался исключительно общей части. То есть у меня на каждой планете 20% прироста от счастья дается. По минералам, по энергии, по науке. У меня сейчас науки 80, 108, 11. На моих трех планетах. А ты еще в игре? Да, я ее просто сохранил, не выходил. Ааа, потому что у нас вылетело много. Не, ну я нажал сохранить ее, мне как бы все нормально. Не, ну у меня тоже в науке нормально было, но я в наушную играл. Не, я играл в фанатичный спиритуализм полный. И пафосифизм. У меня было что-то типа ксенофобия обычная и фанатичный материализм. То есть, это на науку и на что-то там. То ли энергокредиты, что-то такое. Не, ничего такого вот нет. Ну ладно, я в общем пойду, спасибо за игру. Да, спасибо. Было интересно, надо будет еще повторять. Ставарис. Побольше народу собирать. Это будет на канале, да? ФА делаешь? Ну, наверное, посмотрим. А вообще есть еще планы по делу по Ставарису? Ну, видишь же, играю, так что можно делать. Ну, пока тут... Если нет, то зрителям будет интересно смотреть или скучно, вот наблюдать это будет. Откуда ж я знаю? Посмотрим. Да, ладно, спасибо за игру. Ну, все, пока. Пока. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до свидания до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok